Екатерина Анатольевна Редактор субтитров А.Семкин Я сначала объясню, почему такая тема выбрана как среда обитания. Дело в том, что семья — это один, наверное, а может быть, просто старейший способ по организации человеком своей личной жизни, который потом превратился в социальный институт. И у каждого человека есть свои представления о том, что такое семья, что такое эталон семейной жизни, какой его собственная семья будет занимать место в его жизненном сценарии. И вот эти все представления, да, эталон, конечно, спутника жизни. И вот эти все представления, они базируются в основном на двух китах. Это какие-то социокультурные представления о том, что такое семья и какой она должна быть. И второе — это то, что мы называем чемодан с опытом жизни в родительской семье. То есть понятно, что человек выносит из родительской семьи. Зигмунд Фрейд был неглупый человек. Очень многое. И вот что сейчас происходит с семьей? Дело в том, что когда мы смотрим на семью как социальный институт, мы в первую очередь, конечно, ориентируемся на бракоразводную статистику. И это неправильно. Но поскольку я все-таки статистику упомянул, я несколько цифр приведу. Если взять такой довольно масштабный период в 60 лет, это с 1950 по 2010 год, то у нас количество браков сократилось. Количество браков на тысячу человек населения. Примерно на 30%. А количество разводов на ту же тысячу человек населения увеличилось в 9 раз. Понятно, что не надо очень доверять этой статистике, поскольку работают разнообразные факторы. Это и существующее законодательство. Например, как только в ГДР в свое время ввели очень серьезные льготы для так называемых матерей-одиночек, там жутко возрос показатель разводимости. Все стали срочно разводиться, чтобы иметь возможность этими льготами финансовыми, жилищными воспользоваться. Конечно, религиозный фактор очень силен. В исламских странах или в католических там по этим показателям семейная жизнь гораздо более благополучная, чем во многих других. Но мы ориентируемся не на это. Вот я как практик являюсь семейным психотерапевтом. И уже довольно давно мы считаем, что от 2 трети до 3 четвертей семей, которые юридически не расторгают свой брак, это семьи, ну, я могу разные термины использовать, дисфункциональные, неблагополучные. Короче говоря, вот это и есть то, что явилось частью названия моего выступления – архипелаг ГУЛАГ. Дело в том, что вот жизнь не с тем, с кем ты хотел бы жить. жизнь, когда ты ощущаешь психологическую и поведенческую несвободу, ты не можешь делать то, что тебе хотелось бы делать. Жизнь, когда ты фактически находишься в хроническом стрессе – это, конечно, то, что человеку и не доставляет удовольствия, и не способствует повышению качества его здоровья, потому что у членов этих семей обычно психосоматические заболевания, и у взрослых, и у детей – это и есть постоянный стресс. Я позволю себе рассказать один профессиональный, правда, черный анекдот. У нас их очень много. Как встречаются два психоаналитика, и один другого спрашивает. Тебя как зовут? Он говорит, у меня ничего, у тебя как. Ты знаешь, в общем, ничего, но, видимо, то ли старею, то ли устал. Что-то я потерял контроль над своим подсознанием и стал оговорки допускать какие-то по Фрейду. Вот сегодня утром хотел сказать жене, «Солнышко, передай мне, пожалуйста, соль», а сказал, «Гадина, ты разбила всю мою жизнь». Значит, понятно, что очень многие люди играют в игру под названием «благополучный брак», но это игра, которая и на самих себя рассчитана, и на окружающих, и ничего хорошего в этом нет. Я вам хочу зачитать современное определение семьи, потому что с семьей действительно удивительные трансформации происходят. Ну, во-первых, действительно, из поколения в поколение все больше людей, скажем так, с большей прохладцей относятся к семье. И дело в том, что раньше люди были ориентированы на так называемые социокультурные ценности. Ну, какой мотив известный? Каждый взрослый нормальный человек должен иметь семью и детей. Ну, во всем случае, под этим жопелом женщины ходили тысячелетия, потому что это была основа их выживания экономического в том числе. И сейчас современные люди, особенно в условиях, кстати, рыночного общества, переориентировались на такие личностные и отношенческие факторы. Людям уже все равно, что там, вот, призывают, давайте вступайте в брак, давайте рожайте больше детей. Все больше людей думает об удовлетворении своих потребностей, о своей, так сказать, самореализации, самоактуализации и так далее. Я сейчас абсолютно безоценочно выступаю, потому что нет времени обсуждать, хорошо это или плохо. И вот, вот, зачитаю просто определение семьи. Семьей следует считать любое объединение людей, которое определяет себя в качестве семьи и включает в себя индивидов, связанных кровно-родственными связями или браком, а также тех, которые приняли решение разделить свои жизни друг с другом. И это определение включает в себя как традиционную семью, ну, нуклеарную, так называемую, дети и родители, так и другие стили жизни, в том числе семьи с одним родителем и живущие вместе партнеры одного пола. То есть речь уже фактически идет о гомосексуальных браках. Это определение, знаете, какого года? 1982-го. И оно, в общем, вот с тех пор таким как бы и осталось. И вот ключевые элементы определения семьи состоят в том, что члены этого объединения рассматривают себя как семью, испытывают взаимное тяготение и посвящают себя заботе друг о друге. Значит, и должен вам сказать, что очень часто негативные эмоции из семьи выносятся вовне отсюда конфликты в сфере бытового обслуживания. Кстати, еще в советское время было показано, что, может быть, падение производительности труда в пять раз на почве семейных бытовых не врядится, потому что человек несет вот этих вот семейных домашних тараканов на работу, и не все могут от этого как бы отключиться. Значит, возникает вопрос, а что, семья как социальный институт отмирает или нет? Вот это по поводу прогностики. Вы знаете, западные социологи и фторологи сейчас пишут, что семья движется к так называемому гостевому или экстерриториальному варианту, когда люди регистрируют свои отношения существенно позже, чем раньше, но живут отдельно и встречаются вот как бы время от времени. Это вот необитаемый остров, а это у каждого своя пещера. И они становятся более независимыми друг от друга, и монотония возникает. В 1797 году немецкий врач Кристофер Гуффеланд написал книгу о долголетии, и там он отметил, что, вы услышали, да, в 1797 году, ни один холостяк не доживал до глубокой старости. Значит, в 30-х годах прошлого века в СССР академикам-богомульцам были проведены исследования долгожителей, и то же самое, все стояли в браке. После Второй мировой войны появилось очень крупное итальянское статистическое исследование на печальную, правда, тему. Анализировались причины и частота смерти от разных случаев, заболевания, дорожно-транспортные происшествия, суициды в трех группах населения, холостые, разведенные и стоящие в браке. Вот цифры вот в этом порядке как бы и уменьшались. И возникает тогда вопрос, а почему? Дело в том, что, оказывается, семья приносит очень много даров. Во-первых, в семье человек ощущает свою полезность и ценность. Он является объектом любви и заботы. Он продолжает свой род в детях. Жизнь в семье гораздо более, как сейчас говорят, бюджетна, бюджетна, потому что это хорошее соотношение цены и качества в домашнем питании. Это регулярные сексуальные отношения, безопасные с точки зрения инфекций, передаваемых половым путем и криминала. И, наконец, семья, это я уже как психолог говорю, выполняет, ну, американцы это называют функцией психологического убежища, а мы говорим терапевтическая функция. То есть вообще гармоничная семья, она предназначена для того, чтобы нейтрализовать негативные эмоции человека, которые он приносит извне, и подзаряжать его эмоциями позитивными. То есть вот эта вот метафора, это обитаемый остров, я бы сказал, такого санаторно-курортного типа должен быть. А не наоборот, когда неприятности на работе усиливаются дома, неприятности в семье, и как бы пошло по их. Значит, как сделать этот обитаемый остров действительно санаторного типа? Значит, во-первых, оптимальный выбор партнера по браку. Вот примерно треть разводов, конфликтов, связанных с тем, что допускаются ошибки на этапе выбора спутника жизни. Во-вторых, вот опять же, если выделить две такие наиболее сущностные характеристики дисгармоничных семей, то можно сказать, что, во-первых, это низкая культура или психотехника общения, люди не умеют взаимодействовать друг с другом, а во-вторых, это эгоизм. Ведь в семье человек должен иметь возможность к самоактуализации и саморазвитию. Быть в браке и любить друг друга – это не значит быть рабами друг друга. Значит, должна быть внутренняя автономия. Дальше. Это принятие человека таким, каков он есть. Понятно, если есть недостатки, как бы он должен стараться сам их исправить. Но, знаете, есть такая хорошая фраза. Кто сколько в брак вложит, тот столько от него, вообще в отношениях, тот столько от него и получит. Дальше. Не сравнивать того, кто есть, с другими, и свою жизнь с другими. Еще в Ленинграде был проведен опрос супружеских пар, отметивших серебряные свадьбы. Значит, один из вопросов был такой. Что вы считаете способствовало вашему семейному долголетию? Ну, 25 лет – это много, да? Значит, три параметра вышли на первое место. Терпимость, отходчивость и готовность прийти на помощь. Это не значит, что там нет любви. Там другая любовь, которую мы называем любовь-дружба. Там обязательно должна быть близость. И я вот закончу. В свое время турецкий поэт Назим Хикмент с моей точки зрения замечательную фразу сказал вот в контексте этого обитаемого острова, что счастье – это когда утром хочется идти на работу, а вечером с работы после домой. После работы домой. Вот. Значит, я вам всем этого желаю. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...